Йоу, всем салют, это Прослушка. Ребят, меня давно не было, я многое пропустил вообще. На протяжении всего этого месяца я занимался всякой хернёй. Я специально не прослушал альбом, потому что знал то, что когда-нибудь я к этому вернусь, и я буду прослушивать альбом, сидя перед камерой. Вот. Очень много всего пропустил, как я уже сказал. И Джарах, Моргенштерн, и Гонфлад, и Туманьо, и ещё кого-то. А, Фейсы я ещё не слушал, Анакондос, Жак-Энтони, Хлеб. В общем, давайте начнём уже всё прослушивать. И предлагаю начать с Моргенштерна до того, как я стал известен. Чувак, ты пошумел. Вот. Но я альбом не слушал. Тут сколько у нас песен-то? 13 композиций. Ну что, погнали. Привет, я Алишер. Такой гаражный рок. Я работал на заводе 7 лет. Это самая отстойная работа, которая у меня была. Слушаем дальше. Неожиданно вообще. Начал здесь. Альбом будет такой. Напоминает 2007 год. Ну, вот те годы, в общем, когда я тоже угорал по року, такому, вот. Ну, вообще разному. И было весело. Я был молодой. Эх. Если это реально те песни, которые он записал до того, как стал пиздатый, ой, известный, то прикольно, конечно. Ну, и это еще прикольно, то, что он не побоялся выпустить все это. Это же как экспериментальный, можно назвать, альбом. Это же не все схавают. Как бочка. Черт. Ближе к тому, то, что сейчас популярно, в общем. Вот. Наконец-то что-то изменилось. И продолжим. Мне очень нравится то, что вот он экспериментирует так. И он меняет звучание, скорость. В общем, по кайфу то, что меняется так звук на протяжении песни. Клево. Пока ничего не летит в плейлист. Но... Работа крутая. Я вроде читал где-то то, что он побил рекорд по репостам. Наверное, это только по просьбе. Мне кажется, просто так бы не делали эпост. Вот сейчас этот альбом тяжело слушать. Раньше, может быть, мне зашло прям все. Мне кажется, на Сэйшенах, ой, то есть на его концертах будет мясо. То есть Слэм, Мош и так далее. Потому что, ну, если он будет, конечно, исполнить эти песни. И я настолько любил свою маму, что у меня родился братос. Алишир, ты псих вообще. И он настолько любил мою маму, что у меня родился братос. Что я сейчас только что прослушал? О, кошмар. Пиво и скейтборд. Сейчас ностальгии, наверное, будет по временам. Пиво и скейтборд. Да. Нет, нет, нет. Да. Да уж. Забавно было. Веселое было время. Я хороший. Я пиздатый. Вот этот трек мне нравится. Мне нравится музыкальная составляющая больше. Не текст, а музыкальная составляющая. Ну, неплохо, неплохо. Когда буду умирать. Сон я бы хотел и танцую. Осталось всего 4 трека. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, это реально, когда твоя девушка больна. Не перестает удивлять. Что-то как-то тяжело заходит весь альбом. Ну, и последняя песня. Танцуй. Интересно, что за трек он поставил на завершение альбома. Что-то как-то невесело. Ну, наверное, песня красивая. Это должно стать таким крутым окончанием альбома. Ну, что вот. Вот и все. Закончился этот альбом до того, как стал известен. Я, конечно, помню, что где-то он говорил, что играл в группе и так далее. Сейчас, перед прослушиванием, я никак не ожидал то, что практически весь альбом. Единственный там трек, по-моему, отличался от многих. Это если я спал с тобой. Я не ожидал, что альбом будет такой. Это очень круто. То, что он пошел на этот эксперимент. Типа, как бы... И показал, в общем, представил, так сказать, своим зрителям, слушателям такую музыку. В наше время это, ну, очень смело. Он такой смелый шаг. И за это ему и респект. Но ни один трек я себе не добавлю. Я такую музыку не буду слушать. Вот. Надеюсь, то, что все-таки он вернет того Моргенстерна, с которым мы все познакомились. Мы, например, в блогу его. Пусть он не рэпер, пусть он музыкант. Ну, в общем, просто я имею в виду, можно делать очень все круто, но не как в те годы. Да блин, по-любому, короче, мне в комментариях напишут. Это просто вот он показал, выложил те песни, которые давно написал. Там, судим-судим. Ладно, окей. Окей. Ждем. Ждем новиночки от Моргенстерна. Ну, а на этом все. Наверное, да. Ну, а на этом все. Всем пока. До скорых встреч. Check it out.